Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментаторы моё отдельное вам! Здравствуйте! Ну что ж, поговорим о Севке Адамяне. Ну что ж, ребята, чудо состоялось! Приглашение на игрень получено. Хотя, я думаю, удивительно было бы, если бы это приглашение не было получено в том случае, в той ситуации, когда Адамяшки целиком и полностью нацелились уже нанести этот визит вежливости. Здесь хочу-не хочу, устала-не устала, абсолютно не канает. Становись к плите, быстренько шурши, накрывай стол, доставай поляну, потому что Адамяшки решили, что едут в гости. Ну и я думаю, что у мамки день и вечер праздничный состоялся. Почему? Потому что Севка в порядок привёл, головешку мамкину помыл, три волосёнки в рядок уложил. В общем, красота наяву. Ну и, конечно, и маме круто. Сахар нажрёт, горлянку свою забьёт, ещё и сочувствие получит. Прислуга готова к приезду барыни. Поэтому мамка, конечно же, счастлива. Едет в машинке, довольная, умиротворённая, да, что-то там верещит, рассказывает. Ну, в общем, всё круто. Но при этом рассказывает, что, конечно же, праздничного сильно, шибко ужина не будет, чтобы мы, зрители, губу на праздничную поляну не раскатывали. И оправдывает, в первую очередь, и себя, и Свету. Первая, Света была на работе, она устала. Но и мамка не менее устала, потому что была у врача. И, как она сказала, мы устали, да, мама. Вы очень устали от нихрена не деланья. И как вообще можно сравнить, да, человек, день, который отработал, физически отработал, и мамку, которая нихрена не сделала. Дочапала до врача и обратно причапала. Ну, приготовила себе какое-то хрючево на обед и завтрак. И на этом до свидания. Поэтому, отчего она устала, вот это действительно вопрос. Но почему-то мамка и глазом не моргнула, да, что ее усталость несоизмерима с усталостью той же Светы. И даже не задумалась, что они красиво уедут, а еще с цитником после мамки убирать поляну. И вы знаете, ребята, тот случай, когда мама пыталась оправдаться, что они устали, такое ощущение, что она приезжает на игре и становится к плите, я не знаю, она начинает шуршать на кухне для того, чтобы организовать поляну и накрыть стол. То есть, чего ты оправдываешься за то, что ты устал или не устал, если ты приезжаешь на игре и ни хрена от слова вообще и совсем там не делаешь. Ну и далее уже мамка сидит в машине, да, едет и моет кости своим односельчанам. И вот тоже интересный момент. Как у мамы все абсолютно сплетницы ненавистные, все им моют кости. Но за собой, конечно же, подобных действий она ни разу не замечает. Как она вывалила в грязи всех людей, с кем когда-то жила. Всех людей, которые в любой момент протягивали ей там где-то руку помощи, которые с ней дружили, общались по-соседски и так далее. Ведь именно так мамка это все преподносит. И не забывает рассказать, какие говняные были эти люди. Ну, конечно, ребята, мама не сплетнется ни разу. Но и Севка, который маме подпевает, да, и как бы рассказывает за жизнь людей, которых мы даже не знаем, он тоже, конечно, не сплетник. Ну и далее мамка всех огорошила. В первую очередь меня, конечно, фразой «Вы нас не ждали, а мы приперлись». И смеется. Мама, что вы в этом видите смешного? На самом деле вас действительно никто не ждал. И не шибко вас рады видеть. Если Светка еще хоть как-то вымочена, вытягивала с себя или с вечера какую-то вот эту улыбку, то Андрюшка вообще не шибко своим вниманием радовал ТВ. Он старался все время куда-то сдрыснуть по-тихому и, в принципе, рядышком не находиться. Мамка выползает с машины, лезет в объятия Андрюши. Но видно было, что не очень-то его это впечатлило. И не очень он готов был свои объятия открывать для мамки. Ну и мамка с порога, конечно же, сразу их предупредила, что разбываться, снимать с себя обувь она не готова. И вы знаете, это даже был не вопрос, да, какой-то просьбы, да, и пояснения, то есть, почему я не могу этого сделать. А конкретный утвердительный ответ, что я не буду разбываться, снимать с себя обувь по той простой причине, что у меня проблемы с ногой. Но вы знаете, почему-то, когда Зина к маме приходит и не снимает с себя обувь, то Зина, как минимум, одевает бахилы для того, чтобы не пачкать, да, пол в квартире. И кому-то после нее, да, ее визитов не приходилось этот самый пол мыть. Ну, я так понимаю, самой же Зине. Но почему-то мама, заведомо зная, что не будет с себя снимать обувь, не позаботилась о том, чтобы людям после ее визита не приходилось перемывать полы. Почему-то она не удосужилась на ноги натянуть там или кульки какие-то, если не было бахил, или элементарно взять бахилы. Ну, зачем маме это нужно? Ну, что там, то есть, видите, подумаешь, пройдется лишний разок со шваброй и протрет после мамки пол. Ну, и далее, ребята, Севка тоже жалуется. Сто лет не был на игре, не дюже, и дюже за ними соскучился. А они уж как соскучились. Они прям, ребята, не могут скрыть своего счастья и любви, и как вот, не знают, как бедные прям показать, как они скучали за Севкой. Ну, и далее, наконец-то, мамка добралась до кухни. Ребята, человек с дороги ни руки не помыл, ни толком не разделся, я не знаю, не передохнул, не выдохнул, не пообщался с хозяевами, а быстренько перешел к измерению сахара. Севка дал команду, меряй сахар, мамка за обеденным столом расположилась, там, где даже не клеенка, а скатерть, и погнала бить свой палец, прокалывать. Это тоже, да, то есть, я не знаю, пойди там в туалет на крайняк это сделать, спроси у людей, у хозяевов, где это можно сделать и где это уместно, да, потому что не каждый хочет это видеть, не каждый хочет, чтобы это было на обеденном столе и так далее, где ты сейчас будешь есть, но мамка, ну, зачем ей интересоваться, у какой-то Светы, где это удобно сделать. Мамка принимает решение, что это должно быть здесь и сейчас, и, конечно, она благополучно это делает. Ну, и дальше мы уже, конечно, сто раз видели, какая мама молодец и как она умеет вот этой ручкой и уколом пользоваться, но этого не видела Ольга Леонтьевна, поэтому мамка обязана и ей в сто первый раз это продемонстрировать. Ребята, я теперь в шоке, как мамка спокойнёхонько демонстрирует свою брюшину, до этого она демонстрировала зад, теперь перешли к пузу. И её не смущает, что в этот момент люди там находятся, мужик ходит, ну, ладно, койки, допустим, это ещё можно допустить, как бы невестка обязана терпеть, по мнению мамы. Но когда ходит молодой мужик рядышком и тебя это никак не смущает и не колышет, ну, такое себе удовольствие. Ну, а тем временем Светлана накрывает на стол и достала компот. Мамка, ребята, на радостях заливается компотом, всё в свою любимую горлянку заливать, пока есть такая возможность. Ведь Севка не даёт возможности есть фрукты, да, и варить себе компоты. А здесь под шумок можно конкретно залиться. Ну, и следующий интересный такой моментик, вот эта вот жаровня, которую Севка привёз там с какой-то курицей суперподливой и так далее, ребята, она проехала у него всю дорогу в ногах, в машине, ногами придерживала это всё. Ну, такое себе удовольствие, в моём понимании, почему нельзя было, да, взять какой-то судок, всё это переложить с крышкой, герметично закрыть, поставить в багажник, чтобы оно как бы на полу, в машине не стояло там, где люди ногами, да, ноги держат. Вот, чтобы ты ногами это не держал. Здесь припёрли эту жаровню, эту гусятницу и быстренько шмякнули на стол. То есть, ну, ничего страшного абсолютно не происходит. Брезгливых сто процентов нет. Ну, и дальше мамка, ребята, решила всем продемонстрировать, какие у неё шрамы остались после операции, как выглядит её нога. Ребята, когда она за столом начала себя стягивать штаны, я замерла, но походу растерялась не только я. Даже Ольга Леонтьевна пришла в какой-то шок и негодование. Она начала интересоваться, зачем это делать, почему мама в одну секунду, в одночасье осталась без этих самых штанов. И что вообще происходит? На что, конечно, Света решила защитить свою сваху и рассказала о том, что она вам просто хочет показать свою ногу. Ну, ребята, это занавес. Представляете, вот какие два совершенно разных человека одной возрастной категории. Хотя ТВ постоянно гонит бочку на Леонтьевну, но вот представьте, другую женщину шокировало подобное поведение за столом, прилюдно и так далее. Мало того, хотела ты Леонтьевне продемонстрировать свою ногу и той же Свете. Зайди с ними, я не знаю, в комнату, в туалет, куда угодно, и там уже себя стягивай и демонстрируй свои телеса. Второе, кому это интересно. Третье, люди даже не поинтересовались, как выглядит твоя нога. Но мамка для пущего страха, для пущей жути решила сама не ждать этих вопросов, а все примехонько, быстренько, самостоятельно показать. Кстати, маму даже не смутило наличие Андрея. Ребята, я так понимаю, это финиш. Чувак сам, это атас. Он, наверное, просто выхватил, я не знаю. Ну, я бы там орала от смеха, если бы со мной вот такая ситуация произошла. Но вы знаете, молодец Андрей, он непробиваемый. Вот я так пропустила эту ситуацию через себя. Представила, что вот у меня в семье оказались такие гости. Но вот я не знала, что это такие люди, да, и каким-то стечением обстоятельств они у меня. И вот реакция моего мужа, когда вот 75 годик, а тетя стимула из себя штаны за столом и демонстрирует свои ноги. Мой муж стопудняк бы, ребята, тут же удалился. Он бы растерялся, но однозначно вот на 100% он тут же бы вышел оттуда. Но Андрюха молодец, он такой вот, знаете, не из робкого десятка, но уже привык, что он сильно не смутился и продолжил стоять и наблюдать за этим действом. Но это тоже говорит, да, о какой-то степени бестактности, невоспитанности. Потому что, ну, я думаю, любой мужик, увидев вот такую картину перед собой, однозначно самоустранился. Пусть мамка, может быть, я не знаю, какой-то кайф испытывает, что рядом стоит Андрюха и она демонстрирует себя в труселях. Но мне кажется, мужик не стал бы за вот этой картиной наблюдать. Но еще больше, ребята, меня, конечно, повеселила Севкина реакция. Вернее, полное отсутствие этой самой реакции. Он спокойненько продолжил снимать контент. И, кстати, обратила внимание, чувак, ребята, настолько привык постоянно снимать зад своей мамы и снимать ее раком, боком, что тот же самый ракурс он применял и к Светлане. То есть он не снимал ее, да, верхнюю часть, скажем так, туловища тела. Он постоянно ставил акценты именно на нижней. Вот какая-то нездоровая у него тяга демонстрировать человека именно вторую нижнюю часть туловища. Ну и дальше, ребята, пришло наконец-то время, когда мамка решила вернуть штаны на их законное место, натянуть, так сказать, обратно. И я думала, что, может быть, ее смутило, что там все-таки находится Андрей. Но нет, как оказалось, мамка натянула штаны только по той простой причине, что там ходят собаки и могут мамке повредить ее швы. Это, ребята, занавес. То есть я так понимаю, что если бы не собаки, мамка бы вот так в труселях и сидела. Ну а что? Тело дышит, комфортно, ничего там по этим шрамам не елозит. Поэтому благодарить надо сытникам за спасение и ненаблюдание перед собой вот этой картины Репина приплыли исключительно своих животных. Ну и далее Ольга Леонтьевна тем временем у мамы поинтересовалась, что же там надет. То есть я так понимаю, что Леонтьевна достаточно такой вот, знаете, сопереживающий человек и поинтересовалась, да, как же там эта самая Надюха. На что мамка тут же начала агрессировать и интересоваться у Леонтьевны. Неужели вам было мало от ее приездов? Неужели вы успели за ней соскучиться? Неужели типа и опять ее хотите? И вы что думаете, она каждую неделю должна приезжать? И вообще, мамка, например, у себя Надюху видеть категорически не готова. И я так понимаю, ребята, что мама в первую очередь, когда заходит разговор за Надьку, руководствуется ревностью, потому что она ее теперь люто и люто ненавидит. Ребята, вы представьте реакцию ТВ, когда она увидела, что два сбора Надюхе были закрыты. И люди дали большие суммы денег. То есть реально, да, там, ну почти, грубо говоря, около 300 тысяч гривен. И мама понимает, что у нее такого успеха и популярности не было никогда. И мамка понимает, что какая прохаванная, хитро сделанная Надюха и как она, скажем так, выжила севкиных зрителей. И уже за это мамка ее ненавидит, что на ее месте была Немаман. Ну и дальше, ребята, обратила внимание, что мамка как-то резко вот так вот на игре не повеселела. Она так взбодрилась, как-то взяла себя в руки, не ныла, не стонала весь вечер, что ножка у нее бубо. Сидеть она не может. Вы знаете, она хорошо весь вечер провела за столом, потому что поляна накрыта. Нужно жрать, пока есть такая возможность. И даже глазом не дергнула и не моргнула по поводу того, что там надо прилечь, надо как-то позу поменять спокойно. Торохонько вот так вот ровненько сидела. Ну и, конечно, вот этот момент, как севка раз пять за ролик сказал, что он ничего толком не ест. И на игрень он не есть приехал. Но при этом, когда севке навалили полную тарелку жратвы, от нее не отказался. А начал, конечно, это все поглощать. И вот тоже сколько раз наблюдала, вы приезжаете в гости и даже не ждете, пока хозяева дома сядут за стол. То есть, интересно получается, гости сидят, жрут, а эти бегают вокруг них, шустрят, не знают, что еще на стол поставить, лишь бы им угодить. Нормальные люди дождутся гостей, а потом жрут. Но, конечно же, это не про адамяшек. А второе, не тот уровень. То есть, когда приехали цари, холопы, ну, не волнует царей, что будет с холопами, когда они сядут за стол. Холопы должны знать свое место. Но обратила внимание, что уже за столом, ребята, ТВ была довольно необщительная. Она в основном как бы помалкивала. Постоянно вот так вот сидела-сидела, решила не отвлекаться на пустые разговоры. Называется, слов на ветер не бросает в горлянку, только и успевает ложку запихивать. Мамка приехала туда с конкретной целью. Не пустые бла-бла делать, а конкретно заниматься сахаром. Ну, и, конечно, при этом мамка еще не забывала и стопку хельнуть. И пофиг, да, на лечение, пофиг на вот этот инсулин, ребята. Ну, не знаю, когда ты принимаешь какие-то лекарства, колешь себе живот, какие-то там витамины и так далее. Ну, мне кажется, от алкоголя можно было как минимум воздержаться. Но никто мамке не сделал никаких замечаний. И, в принципе, готовы были ей наливать. Ну, а как же самое главное угодить и в этот раз, чтобы ТВ уехала довольная, удовлетворенная и умиротворенная. Чтоб вечер у нее праздничный состоялся. Ну, что ж, ребята, вот такой обзор получился. Продолжение следует, как всегда. Ну, а пока я со всеми прощаюсь. До новых встреч!